Вернусь к той части, которая была до этого. Это касается тех людей, кто говорил про пенсию, про работу. Ну, чего там плохого нет. Я просто хочу вам показать некую разницу. И я когда разница протянулась на следующую мысль, я потом к тренингу перевел. Смотрите, так прикольно работает голова. Она у тебя заточена на решении каких-то вопросов. Ну, это же такой компьютер, который нам дан от Господа. И мы этим компьютером загружаем его как какими-то программами. Программа – это мысли наши, которые у нас ходят по кругу и нам дают какие-то решения в итоге. Мысли, которые, знаете, определяют действия, действия определяют результат. Стоит определяет, собственно, то, где ты сейчас находишься. Ну, в смысле финансовом смысле, в смысле твоего тела или отношения чего угодно. Так вот, если ты думаешь о том, как я буду получать пенсию, если думаешь о том, какое у тебя будет пособие, если ты думаешь о том, где-то у меня какой-то процентник вытащить, ну, там, от государства каких-то возвратных налогов, есть же какие-то там социальные программы. Вы знаете, я вообще об этом не думаю. Я не знаю. То есть наверняка я что-то в государстве не получил. Ну, чего он не причитается. Землю. И я знать не хочу про это. Потому что моя голова, как говорил Шерлок Холмс в одном из диалогов с доктором Ваксом, это не чердак для ненужных вещей. Я в него не могу все усвоить. Я хочу здесь весь мусор отсюда убрать и направить всю эту коробочку на решение самого вопроса, например, первенства, например, развития тайги или еще чего-то. И поэтому моя голова, она, например, заточена на том, как сделать, как Макс сказал, объем продаж сети, как передать навыки, как работать с Тоснасом Кузововым, как сделать так, чтобы мы вышли быстрее на международный рынок, как сделать так, чтобы у нас появились первые ребята, которые здесь, в Тайге, зарабатывают миллион долларов в месяц. Я об этом думаю. Согласитесь, это немножко по-разному мысли работает. Поэтому есть простой момент. Попробуйте свои мысли отследить. И посмотреть, они ведут вас реально к своим целям, о которых Макс говорил. Или нет. То есть если ваша цель пенсия, то там норм. Все чики, все вперед. Если какая-то цель иная, а цель все пляшет, цель это такая печка, которая все пляшет, тогда, соответственно, нужно другими мыслями загружать. Это такая первая история. Второе, что хотел я протянуть здесь. Знаете, я вам периодически рассказывал про тренды, и вот это одна из моих любимых тем, и сегодня я имел, каждый день практически имею часовой общение с одним из человек, который делится со мной трендами. И вот он прилетел из Лондона, и там был саммит всех стран людей, кто занимается управлением знаниями. И, естественно, был первый мой вопрос к нему о том, что давай рассказывай, чего нового. И он рассказывает, ну много, конечно, рассказал, я вам просто оправдыве еще скажу. Помните, вы говорили как-то на одном из больших событий, что идет там роботизация, автоматизация, и что очень много растет безработица по миру. И вот он свеженький факт. Убер объявил в Лондоне о том, что в течение двух лет он все автомобили в Лондоне пересадит на беспилотное управление. В течение двух лет. В течение двух лет. Это объявление Убера вот на этом саммите. То есть я понимаю, что в каких-то продвинутых странах это происходит сначала, потом это приходит к нам. То есть это не вопрос ста лет. Это вопрос какого-то количества сильного маленького количества лет. Три года, пять лет. То есть это тоже к нам придет. То есть и тогда, когда, знаете, у меня все время эта мысль греет. Я сам этим занимался, когда у нас не было денег, я таксовал. И мы со света немножко работали в Институте физики у полупроводников в Академгородке. Я параллельно строил какой-то бизнес, но мне не хватало денег содержать автомобиль, стоять на стоянку и платить бензин, потому что мы жили на Заратунии и долго было ездить. И по вечерам, когда я приезжал домой в 9-10 вечера, как нормальный пацан, я думаю, каждый из вас это делал, так или иначе, я катался по городу и перевозил людей, чтобы платить за стоянку на бензин. И многие мужики, с которыми я общаюсь, то есть бизнес, в Москве особенно, и в Новосибирске в частности, они подтаксовывают. И скоро у них решится эта возможность. Они будут не нужны. Ну, как учителя, как медики, в большинстве своем. То есть вся эта история идет вот в эту тему. И смотрите, что происходит. Я к чему это говорю. То есть происходит некий переход. Помните, у нас раньше были телефоны с проводами, теперь нет. Как вы думаете, возврат будет к проводам? Нет. Нет. Раньше ездили на повозках, теперь на автомобилях. Как вы думаете, будет возврат к повозкам? Нет. Нет. Раньше мы, у нас не было интернета, и мы каким-то образом письма писали. Теперь мы письма не пишем, да? Будет возврат к письму? Нет. Сколько пройдет времени, когда у нас будут автоматически эти автомобили, будет ли потом автомобили с водителем? Конечно, мы в России живем на дороге чудесной. Наверное, сколько-то... Знаете, вот у нас до сих пор в Российской Федерации можно увидеть на дорогах лужевые повозки, правда? Но это не значит, что они будут определяющими. Поэтому рано или поздно это придет сюда тоже. И очень я сожалею, что, ну, вот какая-то реплика, которую вы говорите, мне кажется, вы сомневаетесь в этой истории. Просто попробуйте посмотреть на 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. И вы увидите, что это то, что происходит, вот эти переходы, они осуществляются. Это тренды. Это третий тренды, кто-то раньше рассмотрел. Он их просто что? Возглавил. И теперь с этого имеет кучу денег. Давайте я про Uber расскажу. Это сколько лет прошло назад, когда деньги зарабатывали в перевозках люди, кто владел таксопарками. И был тот крутой, у кого было много машин в таксопарке, правда? А сейчас тоже таксопарки. Они вообще есть? Наверное, где-то есть. Но толку-то от этого никакого нет. Uber чем владеет? Он ничем не владеет. У него нет ни таксопарков, ни водителей, ничего нет. Ну, да, конечно, какие-то еще где-то такси, Яндекс такси, но о них не знают в мире. Это наша какая-то локальная история. А Uber знает по всему миру. Вот мы когда ездим по разным странам, Uber мы все время пользуемся. У нас одно приложение стоит, и все. То есть этот переход произошел. И смотрите, ребята, я к чему-то рассказываю. Здесь ТСБ очень быстро, произойдет переход, когда какие-то люди возглавят города, регионы, страны, и потом уже они это не захотят отдавать. Они будут этим владеть, они будут с этого иметь большой процент, они будут с этого наслаждаться жизнью, а те, кто этот переход профукал, не торопился, он думал, что это будет возможность вечно, он просто его не получит. Как вы думаете, сколько времени осуществится, когда в 3 лет переход произойдет? Полгода, год. Это не 100 лет, правда? Нет, конечно. И даже не 10 лет, правда? То есть это произойдет очень-очень быстро. И вся мы тогда пламенная решили, для чего мы? Мы сегодня тренинг про спонсирование. И я, наверное, не буду сегодня рассказывать про технологию спонсирования. Мы ее рассказываем на запуске в бизнес каждый раз, когда человек заходит в бизнес. И есть корпоративные запуски в бизнес, есть записанные видосы. Зачем говорить то, что уже есть? Я хочу, чтобы вы захотели спонсировать. Если вы поймете, зачем нужно спонсировать, вы этот контент разберетесь, он уже есть. Есть куча людей здесь, а есть те, которые умеют спонсировать. Вы придете и спросите, как это? Или придете еще раз на запуск в бизнес и спросите, как это? И разберетесь. Материалов полно. Но мне кажется, из-за того, что спонсирование не у всех есть, просто не хотите. Возможно, потому что недопонимаете вот этот момент, который вот этот переходный период в течение года и в двух произойдет. Поэтому я первую мысль вам закинул, вторую мысль, для того, чтобы вы захотели, я вам закинул следующее. Всегда в сетевом маркетинге люди приходят, зачем цинично, если говорить, заработать денег. Зарабатывание денег определяет что? Маркетинг план. Поэтому, если ты не понимаешь, как устроен маркетинг план, значит, ты зарабатываешь денег сильно меньше, чем мог бы зарабатывать при тех же усилиях. Правда же? Маркетинг план в среде непростой. Чтобы понять, как он работает, нужно какие-то усилия определенные. И когда с большой сцены те ребята, которые что-то добились, рассказывают, можно, наверное, в какой-то мере, ну, на веру это принимать. Потому что, наверное, оно так и есть. Параллельно разбираясь и задавая вопросы почему-то. И поэтому эти люди, которые пытаются изобрести велосипед, возможно, он и получится. Большая, правда, на эту тему есть сомнение, потому что велосипед это как джекпот, который бывает один на миллиард. Ну, который раз, и получился, а все хотят его изобрести. И, скорее всего, люди, которые изобретают велосипед, недопонимают, как устроена система выплат. В частности, я сегодня вам расскажу про один только бонус, бинарный бонус. Потому что бинарный бонус это основной бонус. Те ребята, кто зарабатывает чеки там за 300-500 тысяч рублей, я думаю, они не не будут противоречить, если скажут, что бинарный бонус это примерно половина всех бонусов. Ну, всех остальных суммарно. Поэтому он основной и на него стоит обратить внимание, откуда он берется и как от него отжать максимум. То есть, смотрите, маркетинг план тайги очень круто устроен. И за это отдельно благодарны Дмитрию Лаеску. Потому что те люди, которые не вытаскивают из бинарного бонуса 100% бинарных денег, что делают? Они дают это всем остальным, но вытаскивают. Поэтому это хорошо. Никто не теряет. То есть, Дмитрий Лаескин на этом больше не зарабатывает. Потому что полностью 56% все так или иначе отходят. Но если вы лично хотите зарабатывать больше и хотите своих людей научить зарабатывать больше, вам нужно понять пару принципов бинара, которые стоит вам сегодня рассказать. Смотрите, какой прикол есть. Есть еще бонус спонсорский. Спонсорский бонус зависит от того, какой бинарный бонус у ваших партнеров. И если у вас, у ваших партнеров маленький бинарный бонус, внимание, у вас мало партнеров первой линии, у вас маленький спонсорский бонус. А на высоких квалификациях спонсорский бонус, внимание, 20-30% от общих бонусов. То есть, примерно половина бинара. То есть, если вы этому не уделяете внимания своей первой линии, не уделяете внимания широкой первой линии, не уделяете внимания, какой у них бинарный бонус, возможно, в порядке бинар работы, вы себя лишаете спонсорского бонуса. я вам хочу нарисовать пару примеров это конкретные примеры конкретных людей за март месяц смотрите это человек у которого есть бинар я надеюсь рисую крупно вы не видно подтягивайтесь сюда потому что там нифига не видно черный пожалуйста сейчас черный бинар окей смотрите этот человек это он и у него в левой ветке прошел товарооборот 42 тысячи пиви представляешь конкретный случай прошлого месяца при этом внимание бинарный бонус 0 знаете как такое возможно кто знает по китин пан скажите почему так предусловно активность он в активном активности партнера у него во во второй ветке нет его однокаратник то есть смотрите это спиловерская ветка в которой у него нет его однокаратника здесь у нас это им партнер который закрыл карат и он спрашивает а почему я не получу бинарный бонус все же вроде бы есть даже кабинете все эти бонусы ли ты давайте посчитаем чем потерял если предположить что бинар процентов он потерял здесь порядка 250 увешан на бинаре раз если бы он эти вещи договорившись со спонсором каким-то образом распределил на две ветки более-менее ровно и было бы здесь 20 тысяч здесь 20 тысяч примерно 2000 увешан он мог схватить здесь если природная история это было рублях это 2000 увешан нужно 40 рублей сколько рублей да смотрите при условии что все-таки это спиловеры он их конечно не может распределить так решил спонсорская ветка что это она вы уже понимаете что процентов 70 у нас сейчас объемов а это объемы стартовые которые чтоб не переходят на следующий период то есть конечно у него отсюда что накопилось здесь но здесь просто на фон потерял они не накопились и больше никогда у него не буду это вопрос потери это один случай почему так происходит потому что у него тупо нет ручек в бинаре а если бы он сделал так у него здесь есть какой-то ему человек и здесь стоит еще у него человек 10 из его первой линии когда он таким образом только может бинар выровнять потому что способностно ставить не будет людей то есть какая у меня мысль здесь у меня купится денег мне повезло со спонсором который строит него большую спиловерскую ветку здесь мне нужно люди в первой линии но сюда попадают только каратники поэтому нужно много людей первой линии потому что я не знаю кто из них нет каратников и я беру штук 10 человек выстраиваю их вот в эту колбасу но я не даю их вот этим людям это моя первая линия и из них у кого-то начинает работать у этого может быть нет а вот этого тоже может быть да хотя эта штука работает но для этого нужно что спонсировать если не спонсируешь ты никогда деньги не заберешь и потом у тебя будет такая мысль возникать как-то я качаю объем 42 44 тысячи пятьсот у меня денег нет да не не ты качаешь спиловеры качают ты ничего не качаешь ты одного только нашел условия бинарного бонус минимум 2 это минимум 2 это не всего 2 это минимум 2 смотрите многие из вас пришли сюда зарабатывать правда же не 20 тысяч рублей я так полагаю цифра ну хотя бы там 500 миллион правда а вы когда-нибудь думали о том что нужно сделать в бинаре чтобы получить миллион я хочу чтобы вы увидели смотрите дело в том что когда ты делаешь товароборот 20 тысяч и открываешь или закрываешь кристалл как стас например делает тебе открывается еще два бизнес-центра я сам нарисую второй пример у того у кого уже три бизнес-центра смотрите один бизнес-центр 2 3 все до 1 2 3 в этой ветке у человека я буду здесь тоже 40 тысяч в этой ветке 13 тысяч в этой ветке пока ноль это здесь сколько человек теряет он теряет тут он теряет тут он теряет тут и накопление в том числе то есть под этой конструкции его бинарный бонус ну наверно процентов на 25 только то чтобы он мог заработать и только лишь потому что у него нет людей в первой линии которых он что поставил в глубину выравнивать эти бинарные короносла вы усваиваете на что я говорю смотрите вопрос сейчас маленькая маленький просто третий как работать при таких бинарах здесь очень важна история история она в кабинете видно за 4 месяца поэтому если посмотреть на прошлый на первый месяц и здесь было 35 тысяч здесь было в прошлом месяце 15 тысяч а в этом месяце было 0 мы видим динамику развития как вы думаете куда имеет смысл при данной конструкции ставить дальше людей которые ты спастируешь первую линию вот эта вот ветка первая вторая третья и четвертая посмотрите мнение вздерились я вам поясню смотрите динамика в этой ветке она плюсовая здесь можно предположить что здесь уже в принципе ну на таких объемах ветка уже более-менее самостоятельная то есть работать с ней наверно можно но в режиме уже лидерской работы вот эта ветка который как раз человек работал она дала падение это что означает люди которые находятся здесь но при вовлечении суда достаточно высокого коэффициента временного ты умеешь падение здесь это часть 10 и слабо мотивы не хотят это все равно что взять машину и тащить ее на себе на спине и не ехать на ней понимаете вот эта ветка свеженькая здесь был за первый каратник здесь еще пока никого нет если ты начнешь на переспонсировать себе в первую линию людей и поможет этому партнеру поставишь на людей то его мотивация гораздо будет выше чем ты поставишь на пару партнеров потому что здесь у людей проблемы внутри или выгоня чем поставить за что здесь никого нету и развивать например 4 лет если ставишь не сюда 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 сильно труднее чем взять какую-то одну и развитие до чего ну до таких же объемов смотрите когда вы работаете в две метки это примерно так у человека левая правая нога мы идем левая правая нога также здесь левая правая нога левая правая нога то есть какая-то нога толчковая какой-то ты отталкиваешься здесь был очевидно нога правая толчковая здесь много день много объем что же здесь нужно усиливать эту ветку до тех пор внимание как делаю я это сейчас лайфхак пока это ветки не поняту пока я не могу опереться больше чем на эту ветку мы так и делаем развитие ветки может занимать до полгода то есть ты полгода фигачишь людей фигачишь людей фигачишь людей фигачишь людей работаешь с этими людьми да не может она обогнала когда у тебя четыре ветки это уже как кошка которая ходит до четырех лапок но кошка же не ходит двумя ладами так двумя так с ней какая-то там не знаю передняя потом задняя потом вот это передняя потом вот это задняя так же тут выбираешь вот это очевидно нога уже впереди вот это что-то прихрамывает вот это как-то начинает подниматься значит нужно что ее поднять сделать шаг на ней ну да усилить ее и таким образом стратегически ты выбираешь какую ветку вкладываться вы смотрите каким образом ты можешь летку развить ты можешь конечно отдать свое время и пытаться работать с людьми людей и так делают большинство потому что проще работать с людьми людей чем со своей первой линии спонсировать больно но как только ты эту компетенцию внутри себя освоил и ты можешь посетить людей например 10 месяц это нормально или например 100 человек за полгода можно спонсировать как вы думаете если тебя 100 человек за скрещенных в первую линию ты можешь какую-то ветку раскачать любую на сотни тысячах объемов может любую ветку раскачать но для этого человека очень спонсировать и маркетинг план специально так устроен потому что если только два человека ты не умеешь спонсировать ты не научишь своих людей спонсировать ты не сможешь выровнять бинары когда у тебя станет четыре а знаете что на блокдаймах еще один открывается бинар и тебе нужно будет делать таким чтобы он опередил что всю сумму этих веток которые ты делал всю жизнь до блокдаймонда и у тебя выбор забирать с этого бинара все или оставить его вот она мотивация поэтому если я понимаю что я могу своими усилиями раскачать бинарные ноги мне нужно уметь спонсировать и пару моментов как вы можете это сделать есть скрипт я не буду про него говорить есть способ быстрого спонсирования тогда когда у вас из этого скрипта собрана так называемая пламенная речь прихожу к ключевым моментом спонсирования друзья пламенная речь пламенная речь занимает например минуту эта пламенная речь направлена на какую-то конкретную целевую аудиторию в которой заложены какие-то конкретные уникальные торговые предложения которые являются драйверами мотивации этого человека и вы очень энергично по сути не давая человеку сказать слово выпуливаете в него эту пламенную речь это как пуля если у вас таких пламенных речей несколько то момент вашего разговора вы можете выпулить 2-3-5 пламенных речей соответственно если эти речи отскакивают от зубов и они не вызывают у вас на проблему как стихотворение что-то рассказать таким образом вы можете точно попадать в целевую группу в целевую аудиторию и забирать их себе в свой бизнес поднимите руки те кто сейчас может выпулить пламенную речь минутную по продукту посмотрите один процент зала ну полтора а кто может выпулить пламенную речь по бизнесу а кто может выпулить 3 пламенных речей по бизнесу вот ребята вот она проблема то есть смотрите нужно всего лишь попытаться минуту говорить без остановки всего лишь минуту но говорить какие-то правильные слова для правильного человека для этого нужно просто эти слова что отработать они есть в скрипте они много раз мы о них говорили но я не могу за вас вашим ртом говорить вы должны вы можете взять скрипт выучить то что там написано сначала рассказывать зеркало лучше рассказывать людям на каждой встрече сначала это как знаете упражнение плампу кто может минуту плампу отстоять тоже немного а вы помните когда это начиналось то есть ты встал такой на 15 секунде и у тебя уже подгибается все и потихоньку каждый день ты добавляешь на 5 секунд там 10 секунд там 20 секунд и в какой-то момент просто ты минуту стоишь да у тебя там руки могут что-то дрожать что-то происходит там вот бежит такой по спине да немножко но ты отстоял как же тут эту штуку надо тренировать поэтому если у вас не будет пламенной речи вашей лично она есть у него встали на личном кабинете вы не сможете спонсировать а ее нужно просто говорить и в какой-то момент знаете вы сканите уже неправильно быть магнитофонные ленты или радио она уже будет на только внутри вас и вы будете присланы тогда когда вы будете иметь их несколько и подбирать их под разных людей потому что например люди которые работают за зарплату они не слышат ту фразу которую вы говорите для тех кто работает например в своем бизнесе я могу вам рассказать пример своей пламперчик хотите? да конечно я вам много раз в общем об этом так раньше рассказывал я вам постараюсь это сделать так же за минуту и у меня продуктовая и бизнесовая она вытекает это значит примерно такого раза моя целевая аудитория которую я выбрал это все-таки волчата лоба ламп и это вот из новенького и это сетевики и им я говорю как раз именно для них заточена моя речь поэтому когда я говорю с домохозяйками или когда я говорю со студентами я чуть по-другому говорю это же пламенная речность подходит и для лондарей и для волчат обычных и смотрите дело в том что я еще когда до пламенной речи я ее создавал для себя я играл на своем поле то есть есть те вещи которые мне нравятся например тренды я знаю что слово тренды хватает многих особенно если ты пару трендов прям попал в каких-нибудь свеженьких и поэтому я говорю смотри чувак мы схватили два тренда ну и компании я пойду пояснять первый тренд люди хотят энергию и рынок энергетиков растет с этим трудно согласиться не согласиться нет это безоперационно круто тренд второй это тренд за вздох здоровый образ жизни правильное питание спорт трудно с этим не согласиться то есть нормальный человек и вае два раза я же девок получил теперь я говорю смотри эти два тренда между собой перпендикулярны то есть один другому противоречит потому что тренд с энергетиками влетит в здоровье энергетики все влетят в здоровье смотри что мы сделали мы эти тренды решили соединить ах круто вот эти упражнения ни хрена себе вот это идея продукта больше можно ничего не говорить идея продукта в том что мы соединили два тренда дальше я даю доказу а нашим присутствием является наша сибирская коя ее давно уже разложили на составляющие у меня есть куча исследований мы взяли три средние в которые это дает энергию но только не ту которая разрушает тебя и стимулирует а которая восстанавливает все дальше я могу еще добавить про три вещи связанные с тем что дает тайга я говорю смотри тайга дает сон объясняю что это сон это восстановление дальше тайга дает бодрость на весь день что ты не помидор в восемь вечера там можно открыть если это молодежь про секс проходит еще про что-то а дальше я говорю что это дает мозговую активность ну то есть ты не залипаешь не зависаешь я с пояснениями с пояснениями полторы я могу без пояснения сказать секунд за 30 это вся идея продукта потом если человек меня внимательно слушает я могу ему добавить смотри мы хотим на этом заработать денег на пользу людям каким образом смотри эта штука нужна всем потому что рынки растущие на растущих рынках делаются бизнесы правда же конечно рынки делаются на падающих бизнес нет делаются рынки на растущих бизнес мы нашли два растущих бизнеса и мы сейчас у нас есть стратегия у нас есть УТП что у нас к концу 20-го года будет там наоборот сети 10 миллиардов мы откроем 100 городов у нас будет 105 тысяч представителей сейчас у нас там пара тысяч людей смотри ты твои люди могут взять возглавить город регион а со временем страну я предлагаю тебе вместе со мной эту тему замутить интересно тебе про это? вот то что я говорю вызывает интересы любопытства? нет этого достаточно то есть это можно за минуту сказать и дальше уже я ему разворачиваю интересы любопытства но я выплыл ему речь я схватил его за штучку я ему даю понять со мной выгодно меня послушать чувак со мной выгодно ну дружить я что-то знаю что-то умею у меня какие-то, короче, штучки есть уже после этого я иду беседу в отличие, ну, на его вопросы то есть пламенная речь тотально важна сделайте их несколько штук второе есть два я их называю слова которые называются слова слова-рычаги это те слова которые усиливают и катализируют твою, ну, твою пламенную речь и вообще твой разговор первое слово называется слово-представь дело в том, что люди не приходят работать люди люди не хотят работать люди приходят сюда за какой-то мечтой и за картинкой поэтому слово-представь это слово, которое рисует в голове картинку и я делаю некие-таки отсечки нашей беседы и говорю представь у тебя есть человек в Екатеринбурге который первый в Екатеринбурге потому что там пока нет у нас ни клубов, ничего начал эту тему разворачивать представь и весь Урал под ним а представь еще есть у тебя второй человек или даже может быть ему из Пилове который откуда-нибудь, например, из Ханты-Мансийска и там получается весь север и представь они качают товарооборот по 100 тысяч пиви и ты зарабатываешь денег а дальше я говорю а смотри, что будет это еще одно слово смотри, что будет то есть я ему слово представь и я ему докручиваю смотри, что будет будет в конце 20-го года мы Россию попили на кластер это моя вторая пламенная речь в добивочку идет мы Россию попили на кластер по ее субъектам федерации и будет как ты понимаешь Дальний Восток Восточная Сибирь Западная Сибирь Урал Юг Север Чечня Поволжье Москва Питер и так далее и кто-то будет эти вещи возглавлять и те 15 контрактов которые эти штуки возглавят они что снимут самые планы деньги сети а если это, например, Новосибирск кто-то возглавит Сибирь поднимут дальше города Новосибирск Барнаул Томск Омск Красноярск эти ребята возглавят города и это случится в ближайшие несколько лет а потом выйдем на IPO и после IPO еще будем возглавлять страны Как тебе такая перспектива? То, что я говорю захватывает дух и суть картин именно таким образом я разговариваю с людьми но которые мыслят широкими категориями я сам такой мне это интересно говорить у вас может быть своя какая-то речь это то, что это мое поле на котором я играю оно мне нравится я здесь профессионал я много раз об этом говорил и поэтому эта штука очень хорошо заходит волчатам волкам которые ловала сетевикам которые мыслят большими категориями не 20 тысячами рублей и те люди которые в принципе мыслят категориями земного шара бунтарям тем же потому что они против системы вся молодежь она думает как бы сделать бизнес в интернете чтобы все в ней покупали это об этом речь идет то есть третья пламенная речь где я говорю смотри у нас есть очень много интеграционных схем которые мы делаем и с традиционного бизнеса и сетевого мы очень инновационная компания мы делаем то, что никто никогда не делал и ты можешь вместе знания творить и ты можешь приносить какие-то свои вещи и мы с тобой можем что-то новое придумывать и ты можешь быть теоретический совет то, что я говорю, это ТВшками я прям осыпаю это термин Миши осыпать ТВшками человека кто может сейчас произнести 10 УТПшек на память? смотрите УТПшки это 3-5 слов которые человека прям дергают за живое заставляя слушать его у вас если вы выучите 10 УТПшек по 3 слову 30 слов можно сколько нужно времени, чтобы выучить 30 слов на английском языке? если вы не разговариваете на английском языке сколько нужно выучить 30 слов на китайском языке? в месяц ну то есть в месяц например слушайте, русский слов сколько нужно времени, чтобы выучить? час час если вы выучите эти слова, эти фразы и в момент вашей пламенной речи будете их доносить до человека делая на этом акценты например, я сейчас так говорю когда ты чувствуешь, что идет речь идет какой-то разговор тебе нужно донести такую-то ты скажешь опаньки, да? что-то поперек сказал что-то поперекучится сказал может, я тебе вот так слушай, что я тебе чувствую ты может быть первым раз ты дал УТПшку 10 миллиардов, чувак на 15 бронхов платили нехило и денег то есть ты любым образом делаешь занос УТПшек Смотрите УТПшки это пуля а все остальное это порох пуля без пороха не летит то есть та энергия и те акценты, которые вы расставляете это является порохом поэтому нужно иметь пламенная речь это по сути пуля сказано энергично сказано с блеском в глазах сделайте ее такую, чтобы она прям вам нравилась я еще пришел второе слово в рычаг второе слово в рычаг это слово давай слово давай архи крутое слово которое прям решает все вопросы дело в том, что рассказав людям что-то они не принимают решение потому что они просто не поняли что это для них предложение ну представьте вот сейчас здесь вот будет висять объявление в гостинице продается квартира в Новосибирске за тысячу рублей представьте, что это правда какой процент людей купит эту квартиру? не все потому что многие даже внимания не обратят в какой процент люди как думаете? мне кажется 10% в лучшем случае то есть хорошо будет одна квартира какой человек по счету на это отреагирует позвонит придет тысячу принесет что там? минуту, да? окей тогда я завершаю есть еще такой момент связанный с тем, что было бы здорово анализировать встречи анализировать встречи вместе со спонсором и анализ встречи у вас не дает эмоциональное состояние он дебил не понял мою идею я дебил плохо рассказал оно дает вам я называю так правила бизнеса смотрите у вас должны быть и формироваться ваши правила бизнеса а не ваши например какое мое правило бизнеса может быть? всегда говорит слово а давай замутим это мое правило а давай зарегистрируемся а давай начнем а давай сделаем с тобой первый звонок а давай с тобой посчитаем как заработать тебе 100 тысяч рублей то есть это призыв к действию это призыв к чему-то чтобы наша встреча не просто закончилась чем-то а мы о чем-то конкретно а давай двигаемся к второй встрече а давай с тобой решим какой контракт ты будешь брать бизнес или стартап слово давай очень крутое слово и дальше я каждый раз проводя встречу я себе делаю момент что я сделал хорошо это мое правило чтобы точно повторить всегда на встрече второе правило что можно сделать лучше съесть правильно например в месте где ты сидишь прийти за ранее если ты про это забыл иметь с собой продукт это все правило делать встречу там за 15 минут это все правило делать три УТПшки это все правило собирайте свои правила бизнеса разносите УТПшки спасируйте много людей и забирайте все деньги из бинара